Здравствуйте, товарищи! Я Вероника. Насколько хорошо художники разбираются в истории искусства? И могут ли нехудожники соперничать в знаниях с профессионалами на их территории? Мне стало интересно, и я пригласила своих товарищей художников и нехудожников на срез знаний. Делайте ваши ставки, чеком это победит. Пишите в комментариях, за кого болеете. Написали? Пока пишите, я вас приглашаю подписаться и стать частью товарищества на этом канале. Все, ставки сделаны, ставок больше нет. Начинаем! Привет! Меня зовут Алина, философ по образованию. Работаю я аналитиком в пиар-отделе в компании, которая занимается организацией фестивалей в Москве. Всем привет! Меня зовут Алина, я художник и учусь в текстильном институте. Всем привет! Меня зовут Даша, я учусь в восьмом классе, в свободное время занимаюсь гимнастикой. Я Прохорова Настя, я студент, дипломник и занимаюсь монументальным искусством. Привет! Меня зовут Лёша, я музыкант, типа музыкант. Здравствуйте, я Малафеева Анна Игоревна, спортсменка, комсомолка, художник, личинка художника. Я забыл его имя. Из зарубежных мне очень нравятся Боттичелли и Ван Гог, внезапно. Да, Боттичелли и у него любимая картина «Авесна». Из русских мне очень нравится Рерих. Шишкин. Смотря в какое время, ну вообще так нет, но нравится, наверное, «Северное возрождение». Меня недавно об этом спросили, и я ответила Матис. В ответ надо мной посмеялись, но вообще-то это очень круто. Жан-Батист, Камель Коробот. Наверное, на троечку. Наверное, где-то три-четыре, наверное, так. Минус один. Ну, я вчера сдала зачет по искусству XX века. На зачет, я думаю, что на троечку я натяну. Один с половиной. Ну, наверное, для такого обычного гуманитария, ну, наверное, 4-4 с плюсом. Репин, который рисовал. Что вы здесь, я не назову Репина? Слушай, это сложно, потому что я его как раз, ну, так. По-моему, опять двойка. Или уже не так. Это точно не шишка. Репин, он это, что-то природу рисовал. Портрет Достоевского. Нет, у него не было портрета Достоевского. Не, ну, название я точно не вспомню. Ну, помогите! Вот, 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 вот стова-то какая! Репин, что же он там рисовал? Ммм... У меня... Я не ограничена во времени? Ммм... Не. С княгиней Софи такую. Это он же нарисовал? Да, по-моему, это он нарисовал. Такую сумасшедшую, с такими сумасшедшими глазами. Мне почему-то казалось, что у него сюжетные какие-то картины. Возможно, бурлаки на Волге. Я помню такую большую картину, я забыла, как она называется. Она в Третьяковке висит такая. Вот, если бы дать и книги не Софи стать лицом, то она будет за спиной. Если повернуться, она будет здесь висеть. Вспеть действительно сложно. Ее, главное, еще была на выставке. Ну, Садко. Бурлаки на Волге. Так, надо еще третью срочно какую-нибудь. Там была классная про партизайна, маленький этюд. Но я не помню. Не ждали. Тысяча двести? Я думаю, что это какой-то вроде 321-й нашей эры. Тысяча сто? Тысяча восемьсот? Нет, это слишком много. Византия? Византийской империи? Ну ты че? Серьезно? Нет, не скажу. Я скажу, что это был какой-то там век. Тысяча триста... Это какой-нибудь... Тысяча пятьсот? Парам-пам. Тысяча триста... Сорок шестой. Так, ну если у нас Римская империя, это... Западная Римская империя. Четыреста... Семьдесят... Шестой, по-моему, примерно. Тысяча четыреста пятьдесят шестой. Слушай, почти. Пятьдесят третий. Ну, там три года просто шла эта... Падения. Как бы, она слишком большая, чтобы упасть за один год. Не закончила. Так-так-так... Пусть будет Ван Гог. Самоучкой был Ван Гог? Ван Гог. Ван Гог. Мне кажется, что Ван Гог. Считается, международный рождение Леонардо да Винчи. Да. Леонардо да Винчи ску. Так, ну, он итальянский. Художник, ученый. Париж. Ну, в общем, не знаю. Флоренция. Рим? Флоренция? Может, какая-нибудь Флоренция, не знаю. Давай я скажу Флоренция, и вы меня убьете. Не знаю, Вероника. Винчи. Триста. Тогда пусть будет двести. Сто. Ну, пусть сто двадцать лет. Триста лет. Шестьдесят семь лет. Ну, блин. Много. Триста. Тут будет семь. По бокам. Четыре. Сверху еще один. Так, это уже пять. И там еще много маленьких куполов сбоку. Восемь. Раз, два, три, четыре, пять. Семь? Наверное, семь. У него одиннадцать пределов вроде бы. И типа, знаете, наверное, куполов одиннадцать. Двенадцать. Я отвечаю девять. Вероника. Можно считерить и сказать Вероника Сапонова? Сапонова Вероника. Ну, хотя бы да, Вероника Сапонова. Между прочим, хороший художник. Пытаюсь вспомнить кого-нибудь из эпохи кубизма, футуризма. Что-то я поколокала, этого не могу вспомнить. Ну, в Италии я точно никого не вспомню. Блин, ты что, я настолько, что ли, плохо знаю. Серьезно. Ну, знаешь, когда задают вопрос, и у тебя просто все вылетает из головы. Или это то, что тебе не нужно? Блин, как же ее зовут. Елена Эрос. Она сейчас живет в Америке, но она из России, и она очень крутая художница. А считается, когда они подписывались, как, ну, от имени своих мужей? Ну, пожалуйста. А я вот не знаю, но... Ну, там же много художников. Например, жены у них тоже художники. Я знаю, это... Ну, я знаю, это же выпуск по ней делала. Мексиканская художница, ее звали... А, это как ее зовут? Такая, с монобровью. Которая Вива Ле Вида. Да, Вива, да. С ней еще этот троски мутил. Хорошо. Фрида Кало. Фрида Кало. Верно, их не признавали очень долго. Очень мало же художниц. Которая автопортрет рисовала и своих детей рисовала. Сейчас, как же ее звали. Замечательная художница русская, у которой есть классный автопортрет, где она расчесывает волосы, но я не помню, как ее фамилия. Серебрякова. Больше никого не помню. Вот когда ты говоришь, я вспоминаю. Но пока ты не говоришь, я не вспоминаю. Серебрякова и Мария Кесет. Она очень крутая. Они с братом собирали импрессионистов. И она училась в Писаро. Моя оценка себя, как знающего искусства человека, потихонечку снижается. Вот знаешь, сейчас я уже чувствую себя на троечку. Но Репин, потому что он Илья Репин. Отпадает. А Шишкин. Я не помню, Шишкин я их называла. Надо на картину вспоминать, типа, Шишкин. Нет, там не было Шишкина точно. Казимир, наверное, Малевич. Левитан? Этот, который куп нарисовал. Малевич. Ну, Исаак Ильич. Я знаю. Может, Левитан? Ну, Исаак, это, конечно же, Левитан. Казимир, это, конечно же, Малевич. А вот первый... А как звали Айвазовского? Ну, точно не Архип Иванович? Нет, не помню, как его звали Архип. Хотя именно такой запоминающийся. Все. Исаак, этот, Левитан? Не, не знаю. Не знаю Архипа. Казимир, я не знаю, Малевич. Ну, пусть будет Архип Иванович Куинджи. Не знаю, что хотите. Но Архип Куинджи. Тут Исаак, Левитан. Ну, Кузимир, типа, был Малевич. Куинджи? Да. У меня даже тетрадка с ним есть. Слушай, а что ты такая умная? Которые украли картину на Крым. Да. Вот сейчас ты так и хочешь сказать, пьемся. Так, ну ладно, рядом с Каиром. В пустыне. Уже неплохо. Рядом с рекой Нил. Пирамиды в... Если честно, из пустыни я знаю только Нигев пустыню. Ну ладно, еще Сахару, да. Но эти замечательные пирамиды точно не в Сахаре. В Египте. Художники, затоят такие сложные вопросы. Вообще. В долине Хеопса. Нет. Ну, возможно... В долине пирамид Хеопса. Я в школе поучилась, по-честному. Как я ее закончила? В Гизе. Комплекс пирамид в... Гизе. Малая. Нет. Я недавно просмотрела Люди Икс, там как раз. А можно несколько вариантов ответов? Да нет. Да нет. Да нет. Третьяковка. Эрмитаж. Кунсткамера. Это же музей. А, сейчас. Это, как ее? Там, где страшные... Как их там? Ну, а музей... Как бы же не при Петре Первом был музеем. При Петре Первом музеем... Да и Эрмитаж не был музеем при Петре Первом. Блин, я слово забыла. Я знаю, в чем эти трещины, я забыла слово. Ну, какая-нибудь, может, галерея. Кунсткамера. Во. Давай я скажу, кунсткамера. 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 Ну, пусть будет кунсткамера. Я помню только кунсткамеру. Это она. Ну, ты реально взяла прям вообще неизвестную картину. О, я это видел где-то. Но я очень не шаюсь, кто это. Картина красивая. А это какие-то цветы, да? Похожи на голландские тюльпаны. Поля тюльпанов. Слушай, это похоже на Ван Гога, но я бы не сказала, что это Ван Гог. Так, ну это точно не Ван Гог. Ну, это же не факт, что это голландские художники, если голландские тюльпаны нарисованы. Даже не представляю, кто это мог нарисовать. Ну, мазки и цвета, как у Ван Гога. Это не Леонарда Довича. Это не... Это не Боттичелли. Это что-то ближе к нам, да? Да, по времени, да. Блин, я хочу сказать пульс и зон, но мне кажется, что это тоже не он. Давай имя. Саня. Мой ответ Ван Гог. Это Ван Гог. Ну, это очень похоже на стиль Ван Гога, мне кажется. Это Ван Гог. Ну, не знаю, пусть будет Ван Гог, ладно. Может, Ван Гог? Я по технике просто понял. Угу. Так, это сказка. Это Иван Царевич на ковре самолете. Мы знаем только одного художника, который рисовал на сказочный мотив. Мы даже по этой картине писали сочинения. Сейчас он еще рисовал по сердецу на коне с этим с волком. Ага, теперь бы имя вспомнить. Я описывала вот этих двух птиц летящих вместе с ковром. Но я не помню. В Третьяковской галерее, по-моему, этот ковер видела. Воснецов. Шишкин. О, ну я думаю, что это Воснецов. Очень похоже на него. Ну, это Воснецов. Может быть, Воснецов. Ух ты, это Воснецов. По лицу царевича. Он такой прям, Воснецовский. Тоже, кстати, по технике понял. Он всех мужиков одинаково рисует, как-то похожих на женщин. Ты какой-то импрессионист. Не, ну рука, а Воснецовский. О, девушка в белом платье у берега. Не знаю, может быть, я думаю, что это Сезанн. Хотя и не уверена. Потому что я не могу никого вспомнить. Я не могу вспомнить, как звали этого художника, который так писал. А это Борис Мусатов. Кузнецов. Хейпин. Понятие не Клод Мане. Мане. Ой, не знаю. Вообще не знаю. Может, это Малевич? Кто-то, кто связан с детскими кухонными театрами, возможно. Я тебе вот отвечаю. Потом под видео подписываю. Какая тупая художница. Не пишите, пожалуйста. Я три часа поспала. Во, отговорка. Так, все такое темное, все такое брачное. Кто у нас морочно все любил суриков? Ну, я думаю, что это не русский художник. Кстати, похоже на твою манеру. Может, это Вероника? Нет, не знаю. Я знаю, что Поленов делал для своих детей. Диафильмы для них сам рисовал. И спектакли. Но я не уверена, что это он. Потому что я как-то у него вообще не особо помню портреты. Он в основном пейзажи писал. Но может быть, это он, Поленов? Может, это опять Ван Гог? Но я так не думаю. Давай так, а противного это точно не Суриков. Может, это ранняя картина Пикассо? Или он сразу рисовал квадратных людей? Сейчас будет репет. Хорошо, я скажу Пикассо. Это лес. Ну, тут два варианта. Либо Шишкин, либо Левитан. Кто-то из них. Внизу такие огромные просто мазищи широкие. Это Левитан Поленов. Я думаю, это этюдик. Небольшой. Или это картина прям. Левитан. Ладно, ну пусть будет Левитан. Шишкин. Я её видела! Я её видела! Я знаю, кто это. Это Шишкин. Пускай это будет от балды Шишкин, но вряд ли. Да ладно, это Шишкин. Просто потому, что пейзаж и лес. Он постоянно там то дубовый лес, то сосновый лес, то ещё какой-нибудь лес. Это что, волшебная палочка Гарри Поттера? Знаешь, как сложно вспоминать, если ты начинаешь сомневаться уже. Ну, девочка с персиками. Кто это нарисовал? Так, ну это фрагмент девочка с персиками. Девочка с персиками. Не судите меня строго. Нет, я автора не назову. Кто нарисовал девочку с персиками? Блин. Ну, Серов, девочка с персиками. Серов, девочка с персиками. Я только что до Срена Латт ударилась. Знаешь, что это? Это девочка с персиками. Серов, по-моему. А может, это чёрный квадрат Малевича? Навряд ли. Ну, то есть идёт белый фрагмент, потом чёрный кусок. И дальше ничего. А что будет могло быть? Чёрный квадрат Малевича. Чёрный квадрат Малевич. Чёрный квадрат Малевича? Хорошо. Давайте рискнём. Я отвечаю, что это чёрный квадрат Малевича. Я просто немного потрёскался. Это чёрный квадрат Малевича. О! Похоже на кусочек чёрного квадрата. Неужели это Казимир Малевич? Это Иван Грозный убивает своего сына Возможно, я не точно воспринимала название Но сюжет я вижу, кровь в руках Убийство сына Иваном Грозным Это же кто-то очень известный Я чувствую себя преподом на зачете Вижу, что вы читали Но мне стыдно, я не помню Ладно, пусть будет песнецов, хотя это вряд ли он Картина Репина Иван Грозный убивает своего сына Иван Грозный убивает своего сына Репин Это Репин и Иван Грозный убивают своего сына Так, ну это Репин и Иван Грозный убивают своего сына Непонятная клякса, которую даже не знаю, как держать, если честно Я думаю, что это что-то волосы с плечом Вот, но возможно это камень Что это такое? А это похоже на лицо А это похоже, знаешь, на кого? На Дали Я даже не знаю, как на это смотреть Так, ладно, хорошо Я уверена, что держится надо вот так Что это какая-то гора Нужно понять, как это смотреть Но вообще похоже на... Всё, поняла, вот так Это кусочек груди Монализы Да Винчи Это... Монализа Леонард Да Винчи А, ну это Леонардо Да Винчи Монализа Знаешь, на какое-то похоже? Это похоже на Монализу Хотя, может, и не похоже Я просто не помню, какой там был задний план Но обычно будет Монализа, а кто вот написал Вот это будет Великий Позор Века Я не помню, кто ее написал Да Винчи, по-моему Это Монализа Да Винчи Монализа Да Винчи Из города Винчи Ты решила напоследок, да, самое сложное отставить? Как будто на горе стоит какое-то сооружение, а гору омывает вода Ты смеешься, что ли? Ну серьезно, это что такое? Я сдаюсь Это картинка во всех учебниках в школе есть Снегурочка, Веснецов Я не знаю А есть еще фрагмент Это похоже на Веснецова Нет, не на Веснецова, подожди Это похоже на... Не могу угадать, что именно То есть это либо демон, либо пан, либо царевна-лебедь Наверное, все-таки царевна-лебедь Но... Я не помню, кто ее нарисовал Нет, сейчас вспомню Как его звали-то? Короче, это похоже на царевну-лебедь А нарисовал ее этот Господи, как врубель Мой мозг пытается, я уверен, что это его звали Рублев Но его не звали Рублев Врубель, во, наконец-то Короче, я не помню, как его звали Не вспомню ее Мне кажется, это Врубель Это лебедь Серьезно-лебедь Я смотрю свою любимую картину «Весна» Как ее звали? Венера? Вот, Венера Да Ага А, в Боттичелле есть портрет женщины Как там так называется? Есть Ну, так и называется портрет женщины Я по эстетике делала доклад Там был портрет женщины А Боттичелле Короче, если мне по эстетике не поставить зачет Я пронесу это видео Да, блин Ну, хорошо Ну, «Утро в сосновом мору» Это где Ширидевы? Медвежатки Ну, то есть Я знаю его картины На вид Ну, я, наверное, скорее всего Не назову три произведения Лес Стоит Зеленый И идет речка Так Красинка И там заборчик Ну, пусть это будет Ван Эйк Я знаю их визуально Но, как они называются Я не знаю Они же там придумывали Там, не знаю Огурец лежит в огороде Когда ястреб Пуе Точнее Пытается его сожрать Одна картина Которой очень нравится Называется Падение кара А, даже так Ну, вот видите Как я путаю Северного возрождения Хотя я считаю его самым клем Хорошо, ладно Брегель Питер Или как там Альберт Брегель Питер Брегель Там было много Питер Брегель Ну, давайте ее попробуем Назвать какие-нибудь Три работы Падение кара Пословицы и поговорки Коток и зимние Везде птичьи ловушки Там, по-моему, было Или как она называется Зимняя забава По-моему, она называлась Красные рыбки Красная комната Розовая мастерская Танец, музыка Я их только Ну, сейчас Ну, что-то там Буря Там такие По-моему, названия Просто, типа Дует ветер Там, не знаю Там Сосны Алло Алло, Алин, привет Привет Я вспомнила, что я тебе забыла Один маленький вопросик задать Можешь сейчас ответить? Да Короче, смотри Ты вначале называлась Одним из своих Любимых художников Рериха Вот И, пожалуйста, назови Три любые его работы Так, Рериха Царевна-лебедь Пан Я не помню, какой это пан Но он пан Ага И Демон-поверженный Подожди Ты, наверное, перепутала С Врубелем? О, Господи, да Дорогие одностраняне Всем желаю путешествий Новых знакомств Чтоб все сдали сессию Всем желаю счастья Любви Хороших друзей Всего самого Такого банального Но в то же время Милого Наилучшего А, и, конечно же Всем кошатникам Желаю побольше котиков Мягких Всем собачникам Желаю больше Мягеньких Пушистых собачек А всем, кто не любит животных Я желаю полюбить животных В этом Что-то пожелать С Новым годом И моим днём рождения И этим Рождеством Крещением Каникулами Отпуском Сном Оливье Пожелаю всем Приятного аппетита Кто кушает Я думаю, что многие кушают Чтобы Все, что вы задумали И что Не Произошло В 2019 Году Чтобы Произошло В 2020 Чтобы у вас В жизни Обязательно Была любовь Чтобы Вы Почаще Смеялись Вот Ну, такие Простые пожелания Но они Составляют Нашу жизнь И делают Её ярче И теплее Вот С Новым годом Подписывайтесь на канал Ставьте лайки И на мой инстаграм Я не знаю Ну, будьте счастливы Что-ли Итак В ходе Ожесточённой Борьбы Со счётом 33-30 Побеждает Команда Художников Товарищи Хочу поблагодарить вас За каждый комментарий За каждый лайк За каждую подписку За тёплые слова При встрече И в личных сообщениях Так получилось Что канал я завела Незапланированно И именно Ваша поддержка Даёт мне силы И желание Продолжать И делать лучше Думаю Что никакие Новогодние мечты Не доставят радости Если любимые И родные люди Рядом будут несчастны Поэтому я желаю Чтобы у папы Всё было хорошо А у нас Как у папы С Новым Годом Раз ты ещё здесь Значит тебе действительно Интересен канал Поэтому пожалуйста Напиши в комментариях С каких чисел января Ты готов снова смотреть Ютуб Чтобы я могла Планировать Расписание выхода Видосов Всё Теперь точно всё Пока